всем добрый день с вами канал питомник милый я людмила горбунова сейчас поливала нижнюю теплицу поливала из маленькой лечки покажу вам чуть позже как хочу сейчас сделать вам такой небольшой обзор как пробуждаются крупнолистные и метельчатые гортензии это я приготовила лоточек сегодня купила сивок посажу себя на себе на зелень лук сивок это для себя покушать высокие горшки мы поставили вот сюда наверх тароса glory 3 color черенки еще ничего не делала они еще только нарастают вот кажется что они сухие темные деревяшечки но тем не менее вот они просыпаются побеги вот это уже бутончик цветочек это мы джекл джевел пик такие редкие сорта практических уже нет за осень за зиму я их все отправила кому кажется что они страшные это все временное явление вот увидите все с ними будет хорошо вот в этом эти что я увидел это оригинал pink посыпаны они агробал там кислым еще с осени я сначала увидела вот такие росточки думаю новые побеги нет это что-то выросла какая-то травка первый раз такую вижу вот видите это какая-то это трава просто трава корни богатые а знаете чтобы любое растение при пикировке было толстенько крепенько и красивенько и просто нужно так отщипнуть центральный корешок все-таки или или обрезать и она будет расти такой вширь это из капиллярный мат после стирки вот приготовила кое-что сюда еще достану здесь у меня понизу это все чего я буду брать черенки некоторые еще вот нут приобрать пока еще нечего сегодня был первый полив где-то через две недели после того как я их достала нет листа чуть в серединочку ложка полстакана от горшка появляется лист чуть увеличиваем зеленая масса обычного обычный полив так это было это soft pink видите какие вам кусты большие здесь у меня керамзит снизу и ткань укрывной и также керамзит отделяет ткань чтобы ну земля не смешивалась и горшки были полегче вот досветками сейчас отключена не знаю включать или нет теплицы принципе здесь ну не темно солнце плохо видно но не темно вот смотрите были просто буквально здесь вот они две там три палочки пошли снизу пошли новые сколько здесь новых новых побегов эти листики все убираем вон сколько растут и земли как проверяем ремонтантность если нулевые побеги и земли не от ствола с грунта будут свистеть и то кустик ремонтантны но на прошлогодние древесине вот такие вот веточки на прошлогодние они все 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 будут свистеть еще один способ я конечно утрирую как сделать не ремонтантную ремонтантны выращиваем горшках и убирая в подвал и любые кусты ремонтантны они или нет они у вас будут свести ежегодно я говорю про сибирь у нас морозы очень очень сильные и 40 и за 40 и 45 и ниже бывает сейчас у нас потепление минус 5 минус 2 погода хорошие вот рената просыпается вон какая вот прямо красивенький вот это трехлетняя древесина я покажу как я буду ее убирать и укорачивать тем самым формировать кустик я решила сначала крупнолистный нарастить более меня потом уже брать черенок но если поискать около куста например да вот даже я смотрю вот этот веточку и спокойно можно внутри отделить и там будут корни поискать то вы найдете этот это все хай ну вот вот такие ну конечно надо перевалить более больше объем так здесь совсем тут поздние такие летние кое-что поставила это вот огурец что ли вы рассмотрите и вот тоже не знаю наверное очень очень похожим очень вот металлика только еще просыпается и вот заметьте что в основном мы думаем да и чаще просыпается только верхние верхние и все а в этом году или это от сорта зависит или это год такой я заметила что по длине всей ветки они практически все проснувшиеся то есть это будет браться на черенок формирую так вот низко куст я совсем там не буду совсем низко ну хотя бы на три почки обрежу вот вот металлика это первый оригинальный куст вот они побеги а что еще хочу сделать вот смотрите вот они зеленые почки вот они вот зеленые вот это старый цвет его надо над почкой примерно сантиметр убрать это тоже стимулирует пробуждение я так считаю что быстрее будут просыпаться вот эти побеги вот так же почки выше убираем убираем так 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 вот обрезали это я найти что сорт точно соответствует вот такое где еще здесь есть молоденькие кустики поэтому не сломались банфаеры поставила воду учет ой банфаер пиксио вот что-то здесь есть пока просто болтаются и все и вот веточку ой что прилипло смотрите вот кажется поставил не забуду не забуду забудете надо тут же подписывать сейчас и стараясь собой носить маркер сейчас снова не взяла атака ношу в кармане марки чтобы мало ли так раз бы и написала вот так вот есть эти отопление сейчас отключено теплица отапливается от домашнего котла от газового здесь дверь на зиму заделываем потом затем к лету убираем скоро уберем батарею и эта дверь будет на доводчике открываться здесь у меня краса краса лескова еще совсем вот ей надо выдвинуть вот эти вот почечки чтоб они как развернулись сейчас я резать не буду я дождусь пока полностью откроется вот кустик это мне новый сорт ну для меня новый староуз него не было нашла вот это все тонкое возьмется и вот это и вот это вот уже нам нужно вверх вот это еще рано я еще подожду вот пока побольше выдвинуться потом тонко все так вот уберу здесь наверное повыше и но здесь тоже возьму череночек снизу здесь пиксио другой сон бонфаеры и разные вот здесь и skyfall страбери мохито вот смотрите еще в какой все стадии так метельчатые у меня здесь 20 числа крупнолистные с 15 числа сегодня 5 здесь еще кое-какие кустики так вверх если вот вы видите что да или пришли в там где-то получили от меня не от меня от палочка есть от сорта есть высокие хорошие кусты такие мощные а есть который быстро быстро разбирает они небольшие но вот они почки это будет нормальный кустик я позже как-то растет чтобы я могла вам показать я покажу 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 вам как я сделаю формировку он станет старше на вид он будет старше ну и не на вид развиваться будет быстрее вот видите как хорошо здесь выдвигает и узей сверху еще здесь вот снизу пока не проснулись вот можно тут вверх снять а это оставить как есть вот так же вот но это совсем совсем остальные у меня метельчатый в термосе на пробуждение сейчас покажу вам есть примерно вот такого плана вот и такие вот так же занесла недавно вот они пробуждаются почечки это частично хочу взять еще черенок какие сорта у меня еще на улице забыла примороженные есть прямо хорошие такие кусты большие сальса и сельма в трех литрах это уже готовый маточник их сразу же в 5 7 и более литров так вот невеста которая открылась я вам отправляю еще спящие из хранилища просто как вот виде палочек это лучше они лучше дойдут и каждую тут вот веточка на каждое на цвету здесь сам шит здесь еще они за такие но это самые поздние вот вот они почки палочки ничего не трогаем ничего не выбрасываем смотрите здесь я специально достала такая хорошая корневая у невесты и вот внимание обратите что каждый каждый вот у нас на цвету вот кое-каке хлороз вот но сейчас я покажу как я поливаю сегодня я сделала на бочечку более 100 литров на 150 конечно да будет по инструкция вообще основное правило ложка столовая на 10 литров воды можно в половине дозировки пол ложки сделать я еще сейчас добавляю лимонную кислоту также не полный столовая ложка если жесткая вода это все зависит еще от жесткости лакмусом бумажка проверяю обычно 5-6 вот так вот посмотрите все они все прям вот она серединочка вот такая на цвету хорошенькие хорошенькие всю теплицу я поливала всю не сверх большой маленький вот такой лечка с длинненьким носиком почему потому что вот здесь расстояние например низко здесь неудобно я спокойно так вот достаю эти где-то у вас вот низ когда полка высокая или в лоток наливаем весь маленьком дампа когда свисает сюда вода стечет и вот так я спокойно дотягиваюсь я поливаю вот смотрите так вот раз так три дочек веду 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 вот этого будет достаточно здесь у меня комплексное удобрение от буйских 18 18 18 вот сейчас пойду еще наберу еще пройдусь этот мы вернем обратно так обратно мне очень нравится очень хорошенькие вот эти смотрите эти при вас полила а вот эти за полчаса полила и пошли вот эти новые салатные серединке это буквально вот заметьте я это заметила давно когда растение хорошо усваивает еще подкисленная водичка то сразу же вот они растут новые изумрудные побеги сразу же буквально 15 минут полчаса на глазах потому что растение хорошо все усваивает здесь вот я еще не поливала они зелененькие но вот этого прироста как бы пока я вот не вижу ну как польем и сразу появится вот такие вот изумрудные прирости так 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 я еще все не могу добраться до княжика эти ветки на днях надо срочно сделать черенок княжик и клематис с учеренкования 1 не прямо надо как-то умудриться вот такая вот в горшке растет борода я сделаю еще фото как-то меда их собрать вот красивенько сделаю фото начну снизу и оставлю коротко вот так зеленую массу этот куст еще раз распушится снова нарастет и так же будет свести это в горшочке поставлю его где-нибудь около столба на входе чтобы он завевал княжик его снимать с опоры не надо обрезать его также не надо так вот я с досветкой могу понять надо не начать пока она у меня не включена вот ведь вот так я включила вроде так светло здесь меня выставлена температура температура время это мне еще настраивал муж прошло уже около более двух лет два с половиной около трех что я боюсь сбить потому что я потом настроить не смогу здесь вот 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 такая вот специальное устройство вот так вот покормила вот эти недавно покормила вот тоже бутончики завязываются такие вот низенькие были страшненькие страшненькие сейчас нарастают не переживаем там лампочки начали мерцать перегорают надо мне их заменить заменить у меня включен вентилятор и еще там вентиляция маленькая большая пока закрыта здесь не жарко сейчас градусов 15 ночью здесь ну 7-8 вот так примерно вот еще вентилятор купила недавно он просто гоняет воздух чтобы не было застоя воздуха от этого меньше будет болячек вот смотрите какие палочки корень сейчас почти дойдет пойдет рост верха и будет расти соответственно низ ну и здесь я вам показывала так же вот это представляете это все еще выводу брать черенок вот внизу вверху на отправку пойду только вот невесты и еще на апрель-май поздние черенки они здесь будут нарастать есть еще и болеро пинг и болеро блю я сначала взяла пинг думаю ну буду красить и будет у меня блю потом все равно решила что должен быть и пинг и блю вот эти невесты они по 800 рублей хотя цены редко озвучиваю цены обсуждать не хочу и не буду это моя работа и она должна просто оплачиваться мы работаем не за идею а все-таки что это огромный-огромный труд с растениями находимся 24 на 7 ну ночью конечно же отдыхаем сейчас начнется горячая пора черенкования вот даже вот с такого кустика вы сможете вырезать там вот буквально несколько веточек потом ее снова перечеренковать но я делаю сразу верхушечный черенок позже когда уже укореняется я снимаю макушку с макушкой укореняется он быстрее это мои наблюдения которыми я с вами делюсь но я все-таки больше делюсь с подписчиками а не с коллегами которые берут информацию потом показывают почти в точности это у себя ну хотя приходит правильно как говорят да что там да там да там всего посмотрел понемножечку уже что-то в голове сложилось но опыт всегда он только свой у всех он абсолютно разным черенковать как вы видите я не спешу это будет не раньше середина марта это выборочно это я выборочно пройду если брать нечего вообще ничего не возьму перевалю вот в основном конечно у меня вот эти большие кусты вверху и вон там очень много еще вот такие 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 они все на пробуждение так и давайте вам еще раз покажу нижний полив наливаем смотрите вода сейчас вот мат он распределяет равномерно он весь влажный вообще нижний полив он самый-самый лучше нет времени как я сейчас ходила поливать каждую леечкой маленькая то просто жару летом забегаю выливаю сюда маленькое ведерко воды и все занимает 15 минут полить всю теплицу потому что везде у меня лежат маты ну сверху там просто поддончики но эти кусты позже пойдут уже для красоты на входную зону на улицу ладно подписывайтесь практика рабочие моменты скоро черенкования буду показывать рассказывать всем всего хорошего до свидания до свидания пока